Коррупция была и остается одной из самых злободневных тем во всем мире. Во благо собственным желаниям зачастую чиновники и руководители разных организаций, пытаясь срезать углы, предпочитают пойти на коррупционные преступления. Отрадно то, что в нашем регионе эта тенденция идет на спад. Сегодня в стенах областного акимата при участии первого заместителя председателя антикоррупционного ведомства прошла встреча, где обсудили пути решения главной проблемы общества. Тему продолжит Илья Кудряков. Государственная поддержка североказахстанских сельхозтоваропроизводителей за последние пять лет выросла в два с половиной раза. До 2025 года в нашем регионе в отрасли обрабатывающей промышленности планируют реализовать 35 инвестпроектов на 432 миллиарда тенге. Каждый год для улучшения инфраструктуры области направляют колоссальные суммы. Все это, конечно, сопряжено с коррупционными рисками, ведь зачастую возникает множество вопросов по той или иной работе. Сельское хозяйство, коррупционные риски при распределении субсидий, кредитов. Второе – это дороги и инфраструктура. Пристально и внимательно требуют качественные средства для инженерных сооружений. Вопросы обеспечения питьевой и поливной водой, а также расходования средств на обеспечение объектов коммунальной инфраструктуры. Дефицит товаров в статфондах и Росстатах – это основные проблемы, с которыми сталкиваются наши люди, проживающие здесь, которые сопряжены с коррупцией. В этой связи крайне важно, чтобы именно местные исполненные органы, а также представители общественности объединили свои ресурсы и возможности. С каждым годом уровень коррупции в нашем регионе, да и по всей стране, снижается, утверждают эксперты. Зачастую это связано с вовлечением в социальную и политическую жизнь республики, общественников и активистов. Они начинают контролировать ремонт дорог, строительство объектов, мониторить сайт государственных закупок, тем самым снижая коррупционные риски. Плюс никто не отменял закон об ответственности руководителей за своих подчиненных. Так, в 2020 году в отставку были отправлены заместители Акимовласти Федяев, Аким Абжарского района Мадьеров. Совместная работа по профилактике и противодействию коррупции с уполномоченными органами дает свои результаты. В целом мы видим, что есть тенденция к снижению количества коррупционных преступлений. Если в прошлом году таковых было 83, то за 9 месяцев текущего года 38. Для минимизации коррупционных рисков для каждого региона была разработана специальная карта, в которой отразили перечень злободевных вопросов, которые долгое время власти не могут решить. Новый подход должен помочь искоренить одну из важных проблем общества. Илья Кудряков, Орел Амренов, Служба новостей.